Зимой художник Дмитрий Сергеенко будоражил умы общественности своими снежными скульптурами. Его мотоциклы надолго остались в памяти жителей областного центра. Теперь экстравагантный живописец замахнулся на модное нынче 3D. Этот вид искусства, как утверждает Дмитрий, в Европе развито уже давно. Устраивают даже целые фестивали. Теперь и у нас будет подобное. Парашютисты, которые прыгают в дырки в асфальте. Из этого же, как получается, зимой вроде бы проект есть, зимний проект, нужен летний проект, подумал. Вот стрит-арт это не на о. Это началось уже где-то с 88-го года вообще в Европе. То есть рисунки как бы с иллюзией 3D. Когда мы смотрим под углом 45 градусов, нам кажется иллюзией, что вот что-то там происходит, ломается пространство. Правда, как говорит Дмитрий, всю прелесть картины можно будет увидеть только под углом 45 градусов. Но от увиденного, если не знать, что это именно картина, волосы могут стать дыбом. Вообще, как говорит художник, во всем мире используют специальные мелки. Он рисует красками, чтобы картина подольше сохранилась. Правда, следует на то, что краски очень быстро высыхают, сильно жарко. Но за день собирается закончить вот такое полотно. Я думаю, что нужно сначала сделать. Ну вот разрешение получил, то есть есть вот пространство. В принципе, довольно-таки, ну не совсем центр, но центр города будем считать. Центр города посмотрим, люди скажут, будут фотографироваться, зайдут, посмотрим, почитаем на форуме, что будут писать. Вообще, к уличному искусству художник относится с интересом. Хотя и ругает своих, можно так сказать, коллег, которые где попало, разрисовывают то стены, то столбы. Для того, чтобы создать это полотно, Дмитрий специально взял разрешение. Да и о культуре и картин нужно задуматься. Не каждая надпись или рисунок, который оставляют после себя уличные художники, могут отвечать простым нормам морали.